Сегодня здесь мы общаемся с разными гостями. У меня есть отличная возможность познакомиться с нашим следующим гостем. Это Сергей Давыдов, специалист, который точно знает, как из маленького производства стать большой настоящей компанией. Сергей, расскажите, что для этого нужно делать? Для этого нужно первое, что не бояться, стать большими. В основном страх у маленьких, что нас съедят большие, мы не можем конкурировать с чем-то. Из нашей практики скажу следующее, что маленьким быть удобно, они очень мобильные, они легко могут перестраивать свое производство, подстраиваться под то, что нужно большим. И здесь главное иметь уверенность, знать свою стратегию, то есть знать, зачем мы это делаем, чем мы отличаемся от других. У каждого производителя, у каждого маленького предприятия есть какая-то своя фишка, которая отражает его индивидуальность. Вот я хожу здесь по выставке, смотрю, и очень мало маленьких производителей именно на это обращают свое внимание. У них натуральные продукты, у них мороженое без воды, но почему-то это все написано очень мелким шрифтом, и написано это с обратной стороны пачки. Нигде не написано то, что является их достоинством. Я бы сказал, здесь слабая маркетинговая проработка продуктов. Отсюда и неуверенность в выходе на рынок. Хороший продукт оставляется где-то на задборках. Вот как сама гордость за наших производителей, за наших предпринимателей, она существует. Но им нужен вот этот вот толчок, понятие, уверенность. Ребята, я могу, я справлюсь с этим, я могу быть большим. Может быть, есть какой-то маленький секрет или маленькое упражнение, маленькая мантра или книжка, которую нужно прочесть, стать чуточку больше. Ну, вот на этой выставке было предоставлено слово и, не знаю, фамилию маркетолог. Вот у нее книга, это маркетинговые фишки в продвижении. Я сегодня пока слушал ее час, я выписал себе 40 фишек, которые просто позволяют это сделать. Можно зайти на ее сайт и посмотреть, и это все в открытом доступе, и усиливать себя, не бояться. Именно вот этой вот смелости я могу это сделать. У нас очень много продуктов, здесь смотрю, которые могли бы заинтересовать. И как я сама говорю, вот этот продукт, выделите какой-то сегмент только для женщин, вот это только для детей, это для мужчин. Нет, мы в целом описываем этот продукт, и сзади очень много описания, какой он полезный. Но вот этого выделения сегментации мало. В общем, мы с своей стороны хотим пожелать вам, Сергеем, будьте смелыми и никогда не бойтесь преодолевать точки роста, выходить из зоны комфорта, потому что только так вы можете стать не просто среднего размера производством, но и даже большим. Это точно. Успехов вам!